На фоне падения спроса московские застройщики существенно увеличили предложение квартир со скидками ее размера. В группе компании А101 средний размер скидки сейчас составляет 0,5%, некоторые застройщики предлагают скидки и до 25%. В каких случаях можно договариваться на скидку? И сегодня я сделаю для вас праздник, праздник скидок. Всем привет, это видеоблог. Я, Никита Журавлев, независимый эксперт рынка недвижимости, рассказывает все, что происходит на рынке недвижимости в новостройках. И сегодня я сделаю для вас праздник, праздник скидок. Вы сидели и долго ждали, когда же цены будут падать. В прайс-листах они не падают, но сегодня о том, о скидках, о той реальности скидочной, которая сейчас буквально творится как вакханалия на рынке недвижимости новостроек. Если скидки на новостройки в прошлом году были от 2 до 4%, то сейчас с застройщиками можно договориться на 10, 15 и даже 20% скидку практически на любую квартиру. В каких случаях можно договариваться на скидку и как это сделать? Это вопрос. Ответьте на него в комментариях. На фоне падения спроса, московские застройщики существенно увеличили предложение квартир со скидками ее размеров. По оценке аналитиков, предложение квартир со скидками на рынке новостроек в Москве за год выросло вдвое. Кроме того, застройщики активно предлагают ипотеку со ставкой 0,1% и даже 0,01%, предлагают разделить первоначальный взнос на несколько платежей или вовсе отказаться от него. Стимулируют гибкими рассрочками и программой трейд-ин. Не все они любят этот трейд-ин, конечно, такой головняк, но пытается там что-то разобраться. Статистика по ЦИАНу говорит о чем? Когда в прайс-листах на сайтах застройщика есть старая зачеркнутая цена и новая актуальная, доля таких объявлений растет несколько месяцев подряд. Если в августе 2021 года подобных лотов было 6 тысяч из 68 тысяч объявлений, то сейчас уже 24 из 93 тысяч объявлений. То есть, предложение со скидками сейчас занимает около 25% всех объявлений и средний размер скидки – 8% и это объяснимо. Покупатели мало, а застройщики стремятся поддержать спрос. В период второго квартала 2022 года недвижимость очень поменялась и резкий рост ключевой ставки по ипотеке повлек за собой падение спроса и объем продаж. Это просто их не было. А сейчас с помощью скидки застройщики пытаются вернуть покупателей на рынок. Некоторые застройщики предлагают скидки и до 25% и практически любую понравившую квартиру сейчас можно купить со скидкой. Большие скидки предлагают не только на неликвидные лоты, на заключительной стадии строительной готовности предлагают, но и на вполне востребованные типы квартир. Мы же это видели? На неликвид скидки пожалуйста. При этом, если покупатель будет приобретать квартиру в ипотеку по субсидированной ставке от застройщика, то скидкой в данном случае он не сможет воспользоваться. Вот здесь вот ссылочка про 0,1 субсидированную ипотечную ставку. Что говорят застройщики про скидки? Они оценивают ситуацию достаточно сдержанно и непонятно. Вот пожалуйста. По словам коммерческого директора ФСК, максимальную скидку в проектах застройщики можно получить при 100% оплате. При этом доля таких сделок очень маленькая. Максимальные дисконты распространяются на небольшие пулы квартир в объектах девелопера со скидкой до 22%. Это они говорят уже официально. Например, в Сидне-Сити, Архитектор, Роттердам, на квартирах ЖК и Режиссер скидка до 10%, в Скайгарден до 20%, в Датский квартал 15%. В среднем же обычный размер скидки составляет 2-6% в зависимости от проекта. Но в некоторых случаях можно договориться и на дополнительную индивидуальную скидку. Это говорят уже официально в источниках, в РБК. Об этом пишут. «Вот, пожалуйста, в группе компании А101 средний размер скидки сейчас составляет 0,5%, получить ее можно только в случае полной, единовременной оплаты квартиры без привлечения ипотечного кредита», — рассказала коммерческий директор группы А101 Анна Боин. И еще А101 говорит, что расширять программу скидок не планируют и что темп продаж у них ожидается и вполне хорошим, на хорошем уровне, а доступность предложения обеспечивается ставками ипотечных программ на уровне 0,1% сейчас, а будет осенью у А101 0,01. Бесплатные деньги, но тяжелый квадратный метр будет, им нужно планы выполнять. Ну а куда они денутся? Бесплатные деньги только в мышеловке. Группа компании «Инград», представляет скидки во всех своих проектах на квартиры, кладовые машины, места. Сейчас в столичных проектах компании скидки достигают 10%, в ближайшем Подмосковье — 7%, но такие скидки представляются в случае отказа от субсидированных застройщиков ипотечных программ со ставкой 1%, рассказал нам об этом первый вице-президент группы компании «Инград». Группа компании «Гранель» говорит, доля сделок со скидками составляет 15-20% в общем количестве продаж, средний размер выгоды для покупателя составляет 5-7%, максимальный уровень скидки в некоторых проектах достигает 10%. Специальные условия сохраняются с весны, принципиально они не менялись, добавив застройщика, ничего не понял вообще. Вы понимаете? Ничего не понял, что они говорят, о чем они говорят. Замыливают вообще весь информационный фонд. По сути, происходит следующее. Вы звоните застройщику и говорите «Вас интересует эта квартира, сколько она стоит?», он говорит «30-40-20». Окей. И ты ему свой оффер делаешь с дисконтом 20%, начинаешь просто его долбить конкретно. Он тебе сказал «30», а ты ему «20». Не хочешь? Пойду к конкуренту. Свои условия пишите им, понимаете, в чем дело? Вы видите прайс, который стоит, от него начинайте с минус 20 и посмотрим, на какую цену он выйдет. Понимаете, в чем прикол? Оффер свой делаете? У меня здесь два случая было. В прайсе 27 – забираем за 24, в прайсе 26 – предлагают за 21. Это реальный факт. Сами делайте предложение, не бойтесь, минус 20 – сразу дисконт. Пускай они повизжат. Если вы хотите купить квартиру, сразу давайте свою цену и смотрите, ответит он вам или нет. Застройщик имеется в виду. Хорошего вам настроения этой осени. Улучшайте свои жилищные условия. Скоро у нас аналитика будет за сентябрь. Посмотрим, как проживем, какие будут циферки, показатели и тогда поговорим, как застройщики у нас кукарекают. Всем пока, до новых встреч.